Глубоко оважаемый президиум, дорогие коллеги, добрый вечер. Я последняя, поэтому я постараюсь побыстрее, чтобы никого не задерживать. А у меня выводы-то... Нет, я постараюсь побыстрее. Сегодня очень много говорили об особенностях. Вообще заболевания такого, как опухоль яичников и берсей позитивного рака яичников. Это, конечно, очень страшное заболевание. Крайне агрессивные опухоли. Мы знаем, что пятилетняя выживаемость больных распространенными формами рака яичников не превышает 30%. Но в ряде работ, в основном за работой зарубежных авторов, показана лучшая выживаемость в отдельной группе больных. Это больные распространенным раком яичников с мутацией в гении берсей 1 и 2. Основной гипотезой, которая может каким-то образом объяснить преимущества в этой группе больных, это уникальная химиочувствительность этих больных. Дело в том, что гены берсей 1 и 2 участвуют в репарации молекулы ДНК, восстанавливают молекулу ДНК в ответ на ее повреждения различными химическими агентами. Так вот, у носителей мутации ДНК опухолевой клетки плохо восстанавливается в ответ на химиотерапию. При этом во всех нормальных клетках организма функция гена берсей сохранена. Это позволяет избежать осложнений химиотерапии. А вот в опухолевых клетках обе копии гена инактивированы, поэтому здесь отсутствует важный механизм репарации ДНК опухолевой клетки в ответ на ее повреждения химическими агентами, в частности препаратами платины, точкой поражения приложения, которых и является молекула ДНК. В нашем институте мы давно изучаем особенности берсей позитивного рака яичников. Конечно, здесь лидер – это Евгений Наумович Минитов, и коллективом молекулярной лаборатории Евгений Наумович определены наиболее значимые мутации генок берсей 1 и 2 для российской популяции, изучены клинические особенности синдрома наследственного рака молочной железы яичников в России. Для того, чтобы каким-то образом ответить, какова клиническая значимость наличия мутации в генах берсей 1 и 2 в формировании химиочувствительности, мы взяли больных, проходивших неодевантную химиотерапию. Это, во-первых, потому что больные получают химиотерапию ДНОВА, а потом ответ на лечение опухоли мы можем получить в кратчайшие сроки. Поэтому ретроспективно мы провели анализ эффективности неодевантной химиотерапии у больных распространенным раком яичников, которые проходили лечение в нашей клинике, на нашем отделении с 2000 по 2013 годы. Все архивные блоки мы протестировали на наличие мутаций в гене берсей 1 и 2 и по результатам тестирования с ферромиромали две группы сравнения. Группа пациентов с мутацией и группа пациентов без мутаций. С 2011 года у нас началось и проспективное исследование, где все больные с распространенным раком яичников при наличии мутаций в гене берсей 1 получали неодевантно-монохимиотерапию препаратом цисплатин. Потом эти пациентки были включены в группу сравнения. И вот здесь вот на слайде представлена клиническая характеристика всех больных, которые вошли в исследование. Это 225 человек. При сопоставлении стандартных схем неодевантной химиотерапии в группе пациенток с мутацией общий ответ, то есть это сумма случаев полного регресса и частичного регресса, составила 60%, тогда как в группе пациенток без мутаций 47%. Но при этом достоверную статистическую разницу мы получили только в группе сравнения полных клинических ответов опухоли. В группе пациенток с мутацией 34% против 4% в группе пациенток без мутации. Важный вопрос, на какую конкретно схему химиотерапии отвечает берсей позитивной опухоли. На какую лучше, на какую хуже. Вот здесь вот перспективно 5 пациенток с мутацией получали цисплатин в монорежиме, остальные ЦП, КАП, таксол, карбоплатин. Те же пациентки, те же схемы получали и пациентки без мутаций. Здесь группы сравнений небольшие, но на диаграмме видна сопоставимая эффективность стандартных платиносодержащих схему неодевантной химиотерапии в группе пациенток без мутаций в диапазоне 50%. А вот у пациенток с мутацией ответ опухоли на лечение коррелирует с определенным типом химиотерапии. Лучший ответ был зафиксирован у пациенток, которые получали цисплатин в монорежиме. Здесь вот мы на слайде представляем клинический случай полного регресса метастатического очага в печени. У пациентки носительница мутации в диапазоне 1, которая получала цисплатин в монорежиме, 4 курса неодевантно, 100 мг на метр квадратный, каждые 3 недели. Сегодня вот много, и сейчас вот Александр Олегович рассказывал, много говорили, конечно, о том, что клинический ответ опухоли коррелирует с патоморфологическим. Мы оценили патоморфологический ответ опухоли на неодевантную химиотерапию в группах сравнения. И вот Александр Олегович говорил сегодня очень подробно с точки зрения морфолога о вот этой полуколичественной шкале САСАНА. В нашем исследовании у пациенток с мутацией патоморфологический ответ опухоли на лечение значительно больше, чем в группе пациенток с мутацией. А для сравнения мы взяли и вторую шкалу БОХМА и еще сравнили. Мы взяли пациенток с наилучшим ответом, то есть все пациентки с мутацией. И оценку морфолога сопоставили с медианой безрецидивной выживаемости в этой группе. И вот видите, что наилучший период ремиссии показали пациентки, у которых опухоль не было как раз только в сальнике. Все степени регресса опухоли морфологического не коррелировали с безрецидивной выживаемостью этих пациенток. Ни одного случая полного патоморфоза, как у пациенток без мутации, так и у пациенток с мутацией, Александр Олегович у нас не зафиксировал. Далее мы проследили всех больных, у которых оценивали эффективность неоадювантной химиотерапии, проследили период до возникновения первого рецидива опухоли. И сопоставили со схемами химиотерапии, которые они получали. Здесь представлены медианы безрецидивного периода у пациенток без мутации и с мутациями. Всего 72 человека. И вот у пациенток с мутацией, вот здесь красненький, период безрецидивной выживаемости был значительно больше. 13 месяцев против 4,5 в группе пациенток без мутации. Но вот если мы оценивали, исходя из той химиотерапии, которую пациентки получали, то пациентки в группе пациенток без мутации, период безрецидивной выживаемости, если пациентки получали схему токсол-кробоплотин, был ожидаемо выше 15 месяцев против 4 при схеме ЦП и 10,5 месяцев при схеме КАП. Но у пациенток без мутаций при добавлении токсанок при неодевантной химиотерапии, период безрецидивной выживаемости был наименьший по сравнению с общей группой больных. 13 месяцев и 15 месяцев при использовании цисплотина в монорежиме. Дальше мы проанализировали интервал времени до прогрессирования в зависимости от того, когда он возникает. И наибольшее количество пациенток у нас находится в группе без мутации. То есть вот эти 56% больных – это заведомо платинорезистентные опухоли. А вот пациентки без мутации по этому интервалу распределились более-менее равномерно. Интересный результат мы получили при изучении корреляции между количеством циклов неодевантной химиотерапии и медиальной безрецидивной выживаемости. Группы пациенток без мутаций при увеличении количества курсов неодевантной химиотерапии безрецидивная выживаемость не увеличилась. Тогда как у пациенток с мутацией при увеличении курсов неодевантной химиотерапии больше трех, медиана безрецидивной выживаемости увеличивалась вдвое. У нас одна пациентка получала неодевантно 9 курсов химиотерапии. Мы все хорошо знаем, что основной прогностический маркер при ракетичниках – это объем циторедукции. Мы проанализировали результаты циторедуктивных операций у пациенток в группе сравнения. У пациенток с мутацией наибольший процент выполненных оптимальных циторедукций после неодевантной химиотерапии – 71 против 48 в группе пациенток без мутации. Также мы сравнили и медианы безрецидивной выживаемости у пациенток в зависимости от остаточной опухоли. И в группе статистически достоверная разница только была в группе оптимальных циторедукций. В группе пациенток с мутацией она была значительно больше, чем у пациенток без мутации, была меньше, чем у пациенток с мутациями. Вот здесь вот на этом слайде еще интересные данные. Мы приводим по особенностям рецидива опухоли. Мы наблюдали более локальный рецидив опухоли, то есть он локализовался в малом тазу без канцероматоза и асцита. В группе пациенток с мутацией этот процент значительно больше, чем у пациенток без мутации. Ну, здесь особенности по маркерным рецидивам и, конечно же, возникновение вторичных опухолей у пациенток носительно с мутацией. Ну, вот возвращаясь опять к этому слайду, мы, конечно, понимаем, что в такого рода исследованиях артефакты присутствуют здесь. Мало количества пациентов обращают внимание на себя лучшая выживаемость в группе пациенток, получающих платину с антрациклинами. Из четырех пациенток, получающих неодевантную химиотерапию, нам удалось проследить только двоих. Собственно говоря, этот столбик – это по двоим пациенткам. Но вопросы возникают. Были проанализированы литературные данные и, конечно же, здесь, опять же, лидер Евгений Наумович. Мы изучили и доклинические исследования по опухолевым клеточным линиям и лабораторным исследованиям на лабораторных животных. Здесь выделяют большую часть препаратов метамицина из группы антрациклиновых антибиотиков. Даже в некоторых работах он противопоставляется доксорубицину и топозиду. Метамицин, в отличие от других антрациклиновых антибиотиков, еще и обладает свойством алкилирующего агента. Он избирательно ингибирует молекулы ДНК в больших дозах. По крайней мере, так заявляется, что и молекулы РНК. С 80-х годов метамицин используется при раке яичников. Конечно, при появлении токсанов он уходит на второй план, но на сегодняшний день он рекомендован в комбинации с Ринетой Каном при использовании пресветлоклеточного рака яичников. И в 2014 году, Евгений Наумович сегодня показывал эту работу, было проведено такое пилотное исследование, когда мы использовали метамицин в монорежиме в дозе 10-15 мг на метр квадратный у пациенток уже с рецидивирующей опухоль яичников. Конечно, эти пациентки все разные. Они получали несколько линий химиотерапии. И вот посмотрите, здесь результаты частичный и полный ответ у пациентов, которые платинорезистентные. Здесь были случаи стабилизации, конечно, были и прогрессирования. Но ответ, в общем, вот Евгений Наумович сегодня рассказывал, показывал диаграмму СЕЙ-125, насколько все-таки ответ достойный. Поэтому на сегодняшний день у нас начато многоцентровое исследование, в котором участвуют пока три ведущих учреждения. Это городской диспансер, где ведущие исследователи, это Алла Сергеевна Лисянская. Это наше учреждение, где Игорь Викторович и Адель Федоровна с Евгением Наумовичем руководят. И Ленинградский диспансер областной. На сегодняшний день у нас 10-11 пациентов уже. Вот Христина Богдановна Котев, аспирант нашего отделения, занимается этой проблемой, зааннотировалась уже. Поэтому мы приглашаем всех в исследование. Результаты мы пока не предоставляем в связи с тем, что мало данных у нас. Но в ближайшее время мы представим их. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы... Спасибо. Вопросы? Я думаю, что он как раз доклад очень завершающий как раз всю нашу сегодняшнюю дискуссию по БРС, с опухолем, с БРС и мутацией. И, может быть, нужно было как-то их переставить так, чтобы это все вместе, потому что то, что мы сегодня услышали по этим опухолям, нигде больше мы такого бы объема знаний сегодня, наверное, не получили, потому что со всех сторон были рассмотрены вот эти опухоли, имеющиеся особенности. Вы сейчас прекрасно доложили те данные, которые были выполнены в лаборатории Евгения Науча именитого совместно с вами. Спасибо вам большое. И кто бы хотел еще принять участие в дискуссии? Я думаю, все уже, наверное, выдохлись, да? Может, Евгения Науча пару слов скажет? Нет, я не узнал, я думал, как раз, ну, очень хорошо, жалкости, что эти раздельные... Раздельные, мне кажется, их объединить нужно было. Я сам понимаю, что при планировании, в общем, что-то по этому не так сделали, но я думаю, что все уже сказано, в общем-то. Адель Федоровна, Адель Федоровна хочет завершить, да? Да, ну, я имею в виду, что уже, я думаю, что все сказано, ждем дальше. Совершенно очевидно, что именно БРК, ассоциированные опухоли, очень интересный объект по испытаниям, потому что вот эта вся проблема, там резистентные клетки, нерезистентные клетки, там это все материализуется в лабораторный тест. И вот в этом плане, конечно, это представляет определенный интерес, как именно, как модель для работы. Ну, сделаем, будет что обсуждать. Спасибо большое. Сегодня заключительный день онкогинекологических решений вопросов. И, как вы видите, что как раз ответа на все вопросы мы не получили. И, честно говоря, вот проводя ежегодное мероприятие, нам казалось, ну, что можно новое через год услышать. А вы знаете, получается, что наоборот мы слышим больше нового, и даже больше у нас возникает вопросов. И мы не поставили точки над «и» в большинстве вот тех докладов, и для размышлений остается очень много для каждого из присутствующих. Но, в первую очередь, как организаторы вот этого мероприятия, института онкологии Петрова, благодарит, во-первых, спикеров, которые принимали участие два дня, но еще был прекрасный мастер-класс Игорь Викторович Берлевым, а спикеры, которые представляли различные регионы России, не только это был Санкт-Петербург, Москва, Оренбург, Казань и так далее. Мы хотим поблагодарить за блестящее выступление. И это не выглядело так, что вот выступили, и как бы это обучающая программа. Наоборот, каждый доклад вызвал вот на сегодняшнем примере последнюю, заключительную секцию. Ведь больше вопросов, правда? И даже спикеры честно признаются, что они не могут ответить на эти вопросы. Они задают этот вопрос аудитории. Я думаю, что потом, может быть, как раз оттуда мы получим верный ответ, правда, Евгения Научна, на те результаты, которые мы обсуждаем. Поэтому мы благодарим аудиторию, которые, наши коллеги, которые два дня интенсивные, мы, по-моему, сейчас последние секции, которые до семи часов досидели, и слушаем вот эти блестящие... Почему? Ну, посмотрите, это большой зал у нас. Вчера так вообще мест не было, нам даже расширяли зал. Так что мы ещё раз вас благодарим и ждём на следующей «Белой ночи», которые мы рассчитываем уже теперь традиционно тоже будут на следующий год здесь, вот на Санкт-Петербурге. Спасибо всем большое. Спасибо. Спасибо.